Дорогие братья и сестры, всех вас приветствую, приветствую также всех тех, кто с нами в сети интернет. Вчера Аркадий мне пишет, можешь написать название проповеди. Я отвечаю, а будет ли банкет? Он говорит, банкет всегда будет, и мне название, тему скажи. Я говорю, а так тема так называется. Я постараюсь сегодня быть, насколько возможно, краток. Мы с вами исследуем сегодня три притчи, которые находятся у евангелиста Луки. Это 15 глава. Вы помните эти притчи, да? Потерянная овца, потерянная драхма и блудный сын. И вот сразу же возникает такой вопрос, ну что можно здесь сказать с такого? Но все же здесь очевидно. Ну тысячи проповедей мы слышали касательно 15 главы Евангелия от Луки. И вот, ну все очевидно. Все понятно. И вот насчет этой очевидности я сейчас вспоминаю одну такую притчу. Как-то спорят два человека, и один другому доказывают, что черный это цвет. А тот говорит, да нет, черный это не цвет, да цвет. И вот это спор, чтобы решить, они говорят, ну пойдем спросим нашего учителя. Идут к учителю и говорят, ну учитель, вот черный это цвет или не цвет? Он говорит, ну да, черный это цвет. Теперь этот говорит, белый тоже цвет. Он говорит, да нет, белый точно не цвет, да цвет. Говорят, ну пойдем опять спросим. Идут, спрашивают, ну вот учитель, белый это цвет? Он говорит, да, это цвет. Ну вот видишь, и черный цвет, и белый цвет. Я же говорю, что продал тебе цветной телевизор. Но это же очевидно, да, что если белый цвет, чёрный цвет, то чёрно-белый телевизор становится каким? Цветным. То же самое и в этой притче. Если я сейчас задам вам вопрос, о чём вообще эта притча? Какой смысл закладывал здесь Господь, когда рассказывал эту притчу? Ну, наверное, большая часть из нас что ответит? Что-то пропадает, гречник пропадает, Иисус его находит, и устраивается что? Первый. Но очевиднее очевидного. А теперь другой вопрос. А на самом ли деле притча об этом? На самом ли деле Господь хотел выразить именно вот эту мысль, что кто-то пропадает, он его находит. Конечно, это самая главная часть вот этой притчи. Это, можно сказать, это неотъемлемая часть всех этих трёх притч. Но на самом ли деле притча или ту мысль, которую хотел выразить Господь об этом? И вы знаете, для того, чтобы правильно комментировать и правильно понять, о чём вообще эти три притчи, нужно обратиться к непосредственному контексту. А о чём вообще этот контекст? Давайте откроем Евангелие от Луки, 15 главу, и прочитаем первые три стиха. Вот это ближайший контекст, что побудило нашего Господа рассказать именно вот эти три притчи. Итак, приближались к нему, внимание, все мытари и грешники слушать его. То есть есть какая-то категория людей. Согласны? Это кто? Грешники – мытари. Фарисеи же и книжники роптали, говоря, он принимает грешников и ест с ними. Есть ещё какая категория людей? Фарисеи и книжники. Грешники с одной стороны, с другой стороны праведники. И вот третий стих. Но он сказал им следующую притчу. Итак, когда он рассказывает эту притчу, какая ситуация происходила? Что происходило? А то, что фарисеи и книжники роптали, что Иисус Христос ест и пьёт с кем? С грешниками. Вот смысл вот этой притчи как раз об этом. И теперь, что здесь хочет Господь? Какую информацию Он хочет довести? Идея притч не в том, что что-то было потеряно и было найдено. А идея притч в том, вот эти фарисеи и эти книжники, присоединятся ли они к тому торжеству по спасению вот этих заблудших людей или нет? Будет ли пир совместный? Будут ли разделять они вот эту радость всем, что кто-то был потерян и кто-то спасён? Потому что мы видим, что когда Иисус их спасал, реакция фарисеев и книжникова какая была? Им не нравилось это. Они роптали на это. И поэтому Иисус Христос в этой притче приглашает их разделить вот эту совместную трапезу. Теперь следующий важный момент во всех этих трёх притчах. Мы обычно как трактуем? Что-то было потеряно, Иисус нашёл и устраивается пир. А где вы вообще читаете, что пир устроен был? Разве такое написано, что пир состоялся? Написано следующее, что после найденного что делает? Вот шестой текст. Пришед домой, созовёт друзей и соседей и скажет им, порадуйтесь со мною. Но остаются большие вопросы. Порадовались они или нет? Вот в чём большой вопрос. И дальше в противовес этому, что Господь говорит? Вот на небе радость великая о каждом спасённом грешнике. Но вы присоединитесь к этой общей трапезе или нет? Вот это большой вопрос. И здесь нигде не сказано, что они присоединились или не присоединились. Вопрос остаётся открытым. И когда мы анализируем все эти три притчи, которые идут в своей кульминации, то в последнем случае мы прямо-таки видим, что вот эта категория людей в образе старшего сына, она не хотела присоединяться ко всей вот этой трапезе. Понятно теперь, о чём притча? Притча о том, что Господь призывает фарисеев и книжников разделить радость от спасения грешников, которых они, в принципе, презирали. Вот в этом суть всей этой притчи. И вот интересно ещё, вы знаете, евангелист Лука, ну точнее это и слов, наверное, Иисуса Христа, он всё это записывает дальше, он здесь использует не просто какие-то такие термины, а кто был вокруг Иисуса Христа? Мытари и грешники, да? Вы помните, во всём, в принципе, Новом Завете обычно что сказано? Кто был рядом со Христом? Мытари и блудницы. Ещё он говорит, что они идут вперёд вас. Теперь смотрите, вот в этих притчах, какой лексикон он использует? Что теряет женщина? Драхмал, да, теряет? Деньги теряет. Это присуще какой категории людей? Кто был этой Драхмал? Этой Драхмал был как раз мытарь, который всем этим и занимается. А вторая категория – это блудники. Вот притча о двух сыновьях, да? Вот что написано о втором сыне? Что он сделал, например? Вот 13 стих 15 главы, да? По прошествии немногих дней младший сын, собрав всё, пошёл в дальнюю страну и там расточил имение своё, живя как? Живя распутно. А вы помните старший сын, что говорит там младшим? Когда твой сын пошёл в ту страну и всё своё имение расточил с блудницами. Поэтому здесь Иисус Христос отбирает именно вот те слова, которые были свойственны мытарю, финансовый вопрос и блудники, которые его окружали. И вот он говорит, вот эти люди были потеряны, и я их нашёл. И вместо того, чтобы разделить вот эту радость со мною, вы ропщите. Скажите, это актуально сегодня для нас или нет? Или мы всегда радуемся, когда у каждого из нас всё хорошо? Вот давайте вот рассмотрим вот самый первый исторический момент. Дети Адама и Евы, Каин и Авель. Сильно обрадовался Каин, когда Бог обратил внимание на Авеля. Разделил он его радость? Нет. Совершенно противоположно мы видим, да? Что от злости, что он делает? Он его убивает. А давайте представим вот такую ситуацию. Вот как раз последняя притча об этом говорит. Всё время я с тобой отец, а ты вот обратил внимание на кого? На недостойного какого-то. А вот представьте, что вы столько лет посещаете церковь, да? И вы как-то думаете, вот вы бы хотели выполнять то или иное служение. И вдруг приходит там кто-то, ну, два месяца, я не знаю, здесь в церкви, и это служение верёт не тебе, а верёт ему. А ты об этом мечтал всю свою осознанную жизнь, как ты приходишь в церковь. Скажите откровенно, будете ли вы рады за то, что избрали не вас, которые столько лет служите и трудитесь в этой церкви, а избрали того, кто, на ваш взгляд, в принципе, не достоин этого? Мне кажется, эта тема не только тогда, но эта тема также актуальна и сейчас. Не всегда мы радуемся, когда слышим что-то хорошее о тех людях, ну, которых мы, в принципе, не очень уважаем, да? Ха, недолюбливаем вот этих людей. Теперь, что ещё важно вот в этой притче? Мы здесь ставим вот такой акцент. Мне кажется, он ошибочный акцент. Мы ставим акцент вот те, которые были потеряны, Бог их любит, а те оставшиеся, ну, они не угодны Господу. Но разве об этом притча? Когда последний сын, младший сын, был найден, кто был потерян? Старший сын. Продолжает ли отец праздновать, остаётся ли он в доме и продолжает ли банкет? Или он выходит, чтобы найти старшего сына и убедить, и уговорить его прийти и присоединиться? Мы читаем именно об этом, что отец выходит, чтобы уговорить старшего сына присоединиться. Поэтому у Бога, дорогие, нет перволюбимчиков и нелюбимчиков. Бог любит всех. Но по какому критерию всё-таки эти идут вперёд, а те нет, мы сейчас об этом тоже скажем. Это критерий раскаяния. Потому что здесь что Бог говорит? Что когда я его нашёл, он раскаялся, он пришёл ко мне. А вот эти девяносто девять овец, которые остались, что о них написано? Они не имеют нужды в чём? В покаянии. А скажите, разве такой человек есть, кто бы не имел нужды в покаянии? А это как раз о ком идёт речь? Это о фарисеях и о книжниках, которые были самодовольны, которые были самоправедны и не считали, что покаяние – это их удел. Вот когда они приходили к Иоаннову Крестителю, что Иоанн Крестителям говорил? Покайтесь, сотворите достойный плод покаяния. Но они этого не могли понять. Они считали, что они святые. Они считали, что они хорошие. А вот эти, вот они грешники. И как может Господь обращать внимание на них и меньше обращать внимание на нас? Поэтому в этой притче представлены вот эти две категории. Но обе категории, они очень дороги и очень цены в очах Господних. И цель Господа здесь показать не то, что Он любит только эту категорию, а цель этой притчи – показать, что Бог хочет, чтобы и те, и эти объединились вместе в одном общем банкете. И, кстати, из последней притчи тоже неясно. Остаётся много вопросов. Смог Он уговорить сына прийти или не смог? И этот вопрос остаётся открытым, умышленно. Потому что Он обращается, де-факто, к кому? К фарисеям и к нищикам, которые сейчас Его окружили и роптали. И Он говорит, это от вас зависит. Я приглашаю вас присоединиться. Но от вас зависит, вы разделите или не разделите. Поэтому все три притчи оставляют этот вопрос открытым. Будет ли банкет? Давайте теперь мы немного поговорим о любви Божией. Вот как выражена здесь любовь Бога всё-таки к этим заблудшим людям? Что мы можем сказать здесь о любви Божией? Вот давайте, если мы берём первую притчу. Сколько овец было у человека? Сто овец. Сколько пропало? Одна овца. Это какой процент? Один процент. Берём вторую притчу. Сколько было денег у женщин? Десять. Десять. Сколько пропало? Одна. Сколько процентов? Десять процентов пропало. То есть в первом случае один процент пропадает, во втором случае пропадает десять процента. Сколько детей было у отца? Два. Сколько пропадает? Один. Какой процент? Пятьдесят процентов. Что это говорит нам о Боге? Для Бога всё равно, дорогие, пропадает 50%, пропадает 10% или пропадает 1%. Бог готов искать даже 1%. Бог не может сказать, но вы можете вообще себе представить, но из 100 долларов у вас пропал 1 доллар. Пойдёте вы искать этот доллар? Мало мне верится, честно говоря, если вы где-то там посели этот доллар, и вы сами уже где-то и не помните где. Маловероятно. Но если мы от 100 долларов потеряем 50 долларов, и если эти 100 долларов для нас очень много значат, скорее всего мы постараемся перевернуть мир, чтобы найти эти 50 долларов. А вот Бог действует не так. Бог не говорит, что 50% это много, 80% это много, а 1% это мелочи. У Бога такая схема не работает. И если бы на земле был только один человек, только один человек, которого нужно было спасать, Бог бы совершил план искупления для этого одного человека. Поэтому эта притча показывает о Божьей всеобъятной, всесторонней любви каждому из нас. У Бога нет много, у Бога нет мало. У Бога должно быть все 100. Вот это принцип Божий. Следующий важный момент. На что мы можем обратить внимание? Вот смотрите, первая овца, в Луке написано, что она потерялась. Но Матфей более правильно замечает, что она заблудилась. Вы знаете, да, вот стадо идёт, и одна овца как-то заблудилась. То есть отпала от стада и заблудилась. А овца, когда теряется, она, в принципе, не может вернуться назад. Это не кошка. Чтобы где-то ты бы её не оставил, она, в принципе, вернётся домой. А вот овца всё, если она отбилась, всё. И вот мы видим, что эта овца как бы, ну, случайно отбивается от стада. Бывает такое или нет? Ну, ты сам не понял, как так произошло. Ну, тебе уже перестало что-то нравиться, там, я не знаю. Ну, ты сам не понимаешь, что произошло. Ты просто отбился. Скажите, идёт ли Господь искать такую категорию людей? Вот в притче, идёт он искать овцу или не идёт? Идёт. Вторая категория людей, это какая категория? Деньги, да? Но обратите внимание, деньги не сами себе потерялись. Их потеряли. Согласны или нет? Их потеряли эти деньги. Поэтому существует и вторая категория людей, которая потерялась из-за кого-то. То есть соблазнился человек. Бывает такое или нет? Соблазнился и ушёл. А скажите, первую категорию легче вернуть или вторую категорию? Легче. Первую. Обратите внимание, чтобы вернуть вторую категорию, не просто он пошёл, нашёл. А что там написано? Зажгли лампу, да? Взяли метлу, подметали, искали. То есть для того, чтобы очистить сердце вот такого человека, который соблазнился, намного больше нужно прилагать усилий, чтобы вернуть его, чем человек, который ни от кого не соблазнился, но просто как-то сбился человек с пути. А скажите, отправляется ли Господь искать такую категорию людей? Тоже отправляется. Теперь мы берём третью категорию. Два сына. Один ушёл. Сразу задам вам вопрос. Отправляется ли Господь искать этого сына, который ушёл? Нет. Читаем мы такое, что он ушёл. Мы видим, что сын потом пришёл. А почему Господь не отправляется искать такую категорию? Потому что что это за категория? Это та категория, которая добровольно приняла решение покинуть свой отцовский дом. Если человек потерялся, если человека соблазнили и он ушёл, Бог отправляется за такими людьми. Бог делает всё возможное, чтобы вернуть этих людей. А если человек говорит, ты мне не нужен, Господи, я хочу жить, вот как сегодня детское служение было, да? Хочу делать то, что я хочу. Человек добровольно покидает Бога. Бог не может насильно привести этого человека назад. Ну просто не может. Это не входит в его сущность, не входит в его природу. Но что делал отец вот в этой притче? Вы обратили внимание? Вообще, что он делал? Ему было всё равно, что сын ушёл? Он ждал. Ждал. А как он ждал? Просто ждал, когда сын придёт? Он активно ждал. И обратите внимание, когда сын возвращается, слухи до него доходят, что сын возвращается, что он делает? Самое первое его действие какое было? Он бежит навстречу. Зачем он бежит? Ну подожди, дома придёт, сын войдёт. Ну обнимешь, поздоровайся, скажешь, ну всё окей. Почему он бежит? А? Отчего спасти? Показать, что сын ушёл. Показать что? Сын ушёл. Да, показать. Но вы знаете вообще в древнем городе, как дело обстояло? Кто сидел вообще у городских ворот? Старейшины сидели, судьи сидели у городских ворот. Что сделал этот сын со своим отцом, когда покидал им? Он его похоронил по сути. То есть это было бесчестье для этой семьи. Потому что никогда при жизни отца в те времена нельзя было делить имение. Имение делилось только тогда, когда отец умирал. И он в своём завещании уже говорил. Вот такая-то часть этому, такая-то часть второму. А здесь разделили имение при жизни отца. И поэтому, естественно, когда этот сын бы возвращался, судьи закрыли бы для него ворота. А после этого, хоть тресли лопни, ты уже ничего не сделаешь. Поэтому отец бежит вперёд, чтобы уговорить и убедить судей, что у него нет никаких претензий к своему сыну. Вот в этом открывается опять что? Вот это Божья любовь. Ещё что мы здесь видим, дорогие? Если мы обращаем внимание опять на эти три притчи, то мы видим, что овцы, потом женщина там, да? С драхмами своими и отец, у которого есть имение. Если мы вот так теперь посмотрим, где живут обычно овцы? В хлеву, да? Что можно сказать об этой женщине? Была она богатая или нищая? Она была, в принципе, нищая. Почему? Как мы это узнаём? Мы узнаём по её дому, что у неё дома не было окон. У неё не было естественного света. Для того, чтобы найти, она зажигает лампу. А вы знаете, что в то время у нищих людей дома были без окон. Как говорится, без окон, без дверей, да? Ну, двери были, но окон не было. То есть, они жили в мраке, и они зажигали что? Вот эти свечи, чтобы поддерживать свой дом. А что можно сказать о последнем? Богат был? Богат был. У него было своё имение, у него были слуги свои. Он, откормленное всё, был готов выложить на стол, когда вернулся его старший сэн. То есть, что здесь мы видим? Мы видим здесь опять категории, социальные категории людей. Один вообще может в хлеву жить, вообще бездомный. Другой нищий, а триди богатый. Но опять же, о чём это всё говорит? Что у Бога не существует социального статуса. Бог любит как бедных, бездомных, Бог любит так и богатых. Согласны вы с этим? У Бога нет этого социального статуса. И более того, может быть потерян, как самый нищий, может быть потерян для Царства Божия, как и самый богатый. Но Бог любит всех. То, что мы говорим, Бог не любит богатых, некоторые, если так думают, а Бог любит только нищих, потому что Он сказал, блаженны нищие. Но вы понимаете, тогда Он не любит Авраама, тогда Он не любит Иова. А об Иове Он сказал, вообще на планете Земля я не встречал такого человека. А Иов был богатый. Поэтому не это решает, я богатый или я бедный. Бедный может быть вообще браконьером там каким-то. А богатый может быть добропорядочным человеком. Все зависит, во-первых, от нашего отношения. Вот ко всему этому. Но в данной притче, что показывает Иисус? Что для Него не имеет значения социальный статус человека. Он любит и этих, и этих. И при этом могут быть потеряны и эти, и вот эти. И, наконец, в самом конце, на что я хотел бы обратить внимание. Мы уже отметили, что бог любит и тех, и тех. Но почему одни идут вперед, а другие остаются на месте? Какой критерий? Какой принцип играет центральный? Или что является ключом к тому, что бог обращает внимание все-таки на эту категорию, а не на эту категорию? Это покаяние. Это покаяние. Потому что в каждой из этих притч потерянный раскаялся. А все остальные, что бог говорит? А вы, в принципе, не имеете нужды в покаянии. И вот на примере последней притчи, вот это покаяние отчетливо здесь показано. И, как я заметил, оно состоит из трех таких важных элементов. Давайте мы откроем 17 стих, 15 главы, и прочитаем. Смотрите. Итак, первый элемент. Пришеть же в себя. Что означает человек пришел в себя? Осознание. Это осознание. Правильно? Вот подумайте, что вы идете по жизни. Каждый день одно и то же. Каждый день одно и то же. И вдруг как-то вы останавливаетесь и пытаетесь переосмыслить вообще. А вообще мне оно это нужно? Вообще я на правильном пути стою или нет? Вот представьте человек, ну курит, курит или пьет, пьет, пьет. Как-то ему нужно что сделать? Как-то нужно ему остановиться и переосмыслить свою жизнь. Это означает прийти в себя. Вы понимаете, что без этого мы никогда не оставим и не бросим свои привычки. Мы всегда изо дня в день будем делать то, то что делаем. Поэтому что нам нужно? Ну, конечно, это шутка. Нам нужно взять календарь, назначить там день, час, когда я приду в себя. То есть мне нужно обязательно остановиться и подумать. А стоит ли оно того, что я вот каждый день делаю? Или мне нужно как-то изменить свою жизнь? Без этого первого шага о дальнейшем раскаянии просто не может идти речь. Нам нужно просто взять паузу. Нам нужно остановиться. Достаточно этого или нет? Вот я остановился и я размышляю, да, я делаю плохо. Достаточно ли это? Нет. Какой второй шаг? Что дальше он делает? 18 стих. Встану, пойду к отцу моему. Вот это второй шаг. После того, как я проанализировал свою жизнь, какое решение я далее принимаю? Не просто всю жизнь теперь анализировать свою жизнь, как плохо я живу. А второй мой шаг. Я должен вернуться туда, откуда я ушел. Я должен вернуться к Богу. И вы знаете, в чем уникальность этой притчи? Скажите, здесь сказано, как далеко младший сын ушел от отцовского дома. Эта информация так важна? Эта информация вообще не важна для Господа. Потому что Богу не важно, как далеко ты ушел. Он готов тебя простить всегда, где бы ты бы ни находился. В какой бы бездне греха ты бы ни находился, Он готов тебя принять. Но для этого ты должен осознать и решить вернуться. Вот это очень важный вопрос. Потому что некоторые думают, но я уже настолько отступил от Бога. Я уже так сильно согрешил, что я не могу вернуться. Вот это как раз те мысли, которые сатана дает каждому из нас. Что уже для нас все поздно. А Господь здесь говорит, расстояние не играет никакого значения. Неважно, как глубоко ты пал. Главное, найти в себе силы опомниться и вернуться. И самый важный момент. Вы знаете, кажется, вот на этом покаяние уже завершилось. Я осознал, я вернулся. Но есть еще третий момент, он очень важный. Это 19 стих. Когда сын покидал отцовский дом, в каком статусе он находился? Я уже сказал, да, сын покидал. Он находился в статусе сына, правильно? Когда он собирался возвращаться. В каком статусе он собирался возвращаться? В статусе сына или в статусе наемника? В любом статусе, да, он здесь пишет в статусе наемника. Но он был готов на любой статус. Вы знаете, это очень важная часть истинного покаяния. Зачем я прихожу к Богу? Я прихожу к Богу, чтобы решать свои личные проблемы через Него. Мне от Него что-то нужно, что я прихожу к Нему? Или я прихожу к Нему потому, что Он мой Господь и Он мой Бог? Что Он меня так сильно любит, что готов меня принять и меня простить? Это очень важный вопрос и каждый из нас должен этот вопрос задать себе. Зачем я прихожу к Богу? У меня проблема, я прихожу, чтобы решилась эта проблема. И вы знаете, когда у нас проблема бывает, мы чаще обращаемся к Богу. Мы чаще пытаемся жить по закону. Почему? Чтобы Бог обратил на нас внимание и решил все наши вопросы. А когда решается, можно уже расслабиться. Но истинное покаяние, оно не предполагает коростных мотивов. Я не иду к Богу для того, чтобы что-то получить. У меня нет коростных мотивов. Я готов прийти к Нему в любом виде, в любом статусе. Главное, чтобы Он меня принял. И вы знаете, есть в конце, я бы хотел одну историю рассказать. Это уже не притча. Это, говорят, реальная история. Когда к одному человеку, который был при смерти, его взяли в какую-то отдельную комнату. Ну, в зал взяли. И вот доктор, когда приходит и беседует, дверь была закрыта. И вот врач слышит, что кто-то вот так царапает дверь с нижней стороны. Ну, врач обращается вот к этому человеку и говорит, это что там? Он говорит, это моя собака. Говорит, она никогда не была вот в этой комнате. Она не знает вообще, что здесь есть. Какая здесь мебель? Какие здесь стулья? Вообще понятия и представления не имеет об этой комнате. Но она знает, что ее хозяин находится здесь. И она стремится к своему хозяину. Дорогие мои, поэтому если мы знаем, мы сами не знаем, что есть на небе. Мы не знаем, что там есть. Но мы знаем одно, что у нас Господь там. И я хочу быть на небе только потому, что мой Господь находится там. А я хочу быть с Ним. Если вы и я, мы все вместе хотим присоединиться к этому, я приглашу вас к молитве. Дорогой наш небесный, любящий, благой Отец, мы благодарим Тебя за Твою чудную любовь, Господи. Мы благодарим Тебя за то, что Ты не делишь людей на категории, Господи Божий. Как часто это делаем мы. Ты любишь всех, и Ты приглашаешь, чтобы все, Господи Божий, присоединились вот к этому славному банкету, который Ты устраиваешь по поводу обращения каждого человека. Помоги, Господи Божий, чтобы никто из нас не остался бы за бортом. Помоги, Господи Божий, оценись Твою любовь. Помоги, оценись Твою заботу, что для Тебя нет неважных людей. Господи, один процент для Тебя – это то же самое. Потеря в один процент – это то же самое, что потеря в пятьдесят процентов. Помилуй нас, Господи Божий, и помоги. И дай нам, Господи Божий, мудрости, дай нам любви, Господи Божий, чтобы мы бы стремились бы к Тебе. Где бы Ты бы ни был, Господи Божий, чтобы наши сердца желали бы находиться рядом с Тобой. Все это мы просим и молим во имя Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. Честь, хвала и слава да будут Тебе вечны. Аминь.